Музыка Так, значит, Елена Александровна, значит, уже я говорю не тебе, ты так сильно грамотная, а говорю для моей внучки Маши. Маша, идешь ко мне внучке? Так вот, это зимний сорт, так, это Антоновка, ее в это время, ну это журки не жрут, она зубы ломает, твердая и невкусная, ну вкусная, но еще с кислотой, а вот это вот делают за нее птицы, да, она прилетела, попробовала, сделала дырку, а потом помнишь, я тебе показывала, там уже куча муравьев. А туда уже залезли. Да, туда залезли, и, я не знаю, влазит ли за ней плодожорка, но вряд ли, но валить на плодожорку, и вот смотри, опять телеканал усадьба, вчера или позавчера. Только во время цветения и сразу после цветения уже три обработки. А здесь ни одной, повернись вот сюда. Ну вот, смотри, какое идеальное яблоко. Вот, это 300 грамм, а помнишь, фотографировались, больше полукилограмма были? Да. Вот, вот сюда, вот тут покажись, вот тут пониже, вот они 250, повыше 300 грамм, вот то, 300 грамм, да, вот, а вон то 350 грамм, вот еще выше, да. Представляешь, красавцы, и это, а вот здесь они погуще, тут уже падают, вон они, падают частично, почему? Спасибо, стоит того, кто она наклюнет, что она делает, она быстро дозревает, уже не месяц-два, а считанные дни, и что получается? Получается, что приезжается, но в целом, согласись, учитывая их крупность, как урожай, прекрасный урожай, так вот я к чему говорю, значит, ну это, назовем его средненьким. В общем, сбился смысл, и так, обработок ноль, и если я до сих пор ни капли яду не потратил, урожай, еще раз, урожай примерно вот такой, вот это, ну давай так, мы в 2015 купили, так, ты здесь какого, 2000 примерно, вот с этого года, да, помнишь, смотри, мы мерили Савидича, ты не обиделась? Нет, нет, потому что до нас мерили попугаев, вот, ну раз ты такая, давай еще раз мериться, ну давай, сейчас я прикину, сколько Савидича, а потом умножим на второй рост, так, вот тут два, три, два, сейчас, два Савидича, три, вон-то высокое самое, четыре Савидича, два, нет-нет, пять Савидичей, пять, и замок, а зачем, ну 8-9 метров, а посадили косточками, вспоминай, в 2015 году, косточки вот тут целый ряд, вот, 8 с половиной, 8 с половиной, значит, получается, что, обработок не было? Да. Фотографии помнишь? Да полно их. Полно их, так, что еще мы не показали? Ну вот, колонавидную можно показать. Да, я уже два раза снимал, мне уже неудобно. Ну ладно. Вы снимаете? Вы снимаете? Я снял фильм, называется Уже забыл, как называйся. Я пришлю фото, у меня приземленное яблоко, вот такой высоты, вот так гирляндами все висит. Давай покажу. Ну настолько оно обильнейшее, что... Покажем. Ну, давай это, немножко рано получилось. Кстати, поднимайте. А, слива, слива, ура. А, это отсюда. Вот она. У меня тут густо все растет. А, ничего? Венгерка. Ничего, ничего. Нет, она переспела, она уже это... Потому и лежит. Так. Давай-ка, последняя. Эй. Вон она есть. Упала? Нет. Давайте. Нет. Ну, значит, она не будет переспелой. Вот упала. Все, поднимай, Маш. Точно не та? Нет, это не она. Та была крупнее два раза. Че? А вон там че-то. Вот-вот-вот. Вот-вот. Вот-вот-вот. Ага, вот-вот-вот-вот. А, нет, это старая. А, вот-вот-вот. Вот она. Покажи. Нет. Да это она, наверное, упала. Она разбилась просто. Ага. Вот. Это венгерка. А, слушай. Ну, ладно, подумаешь, это венгерка. Это у меня Сорочинская с Украины привез. Покажу еще два уникальные вещи. Смотри. Но это чуть позже. Сейчас, сейчас. Пойдем со мной. Богатырскую венгерку покажу. Я уже молю Бога, думаю, ну, хоть бы они падали, хоть бы они падали. Идем сюда. Где-то последняя парочка плодов была. Тебя ждала. Так. Ну, давай. Вот это лежит. Вот она. Вот она. Красивая. Вот она. Это тебе. Вас ждала. Так смотри, я еще гонару плачу за участие в фильме. А это тебе. А это богатырская. А вон еще, смотри, она не спела. Еще крупнее глядя. Еще две. Две штучки. Ага. Вот. Вот. Ну, может, что? Ну, телевидение я уже не приглашаю. Вот. Да не, не едут. Помнишь, это наглость? Нет? Я участник фестиваля в Абакане. Ага. Я почетный гость. Вот. Вот что? Укусили? Да нет, залез. А, залез только. Укусил. А вот так вот, я почетный гость. Ну, давай. Значит, я говорю, я лекцию прочитаю, если будет телевидение. Ага. Бесплатно прочитаю. Мы не можем. Телевидение нас требует 5 тысяч за минуту. Представляешь? А лекцию попробуй за минуту прочитай. Так, ну, давай все раз посмотрим на это чудо. А, это у тебя колновидные яблони. А вот эти сейчас мы закончим съемку, еще их сфотографируем на руке. Это богатырская, согласны? Ну, да. Здесь грамм 70, 65. Угу. Так, похвастался именно последнее. Персиковая Мичурина. Пока вы тут будете, я надеюсь вас угостить. Да, я начинаю. Персиковая яблона. Вот она. Я ее уже в одном фильме показал, но как не похвастаться. Смотри, не успевает к вам созреть. У нее есть одна особенность. Вы рискуете тем, что она взрывается во рту. Сейчас, твердая. Ой, как камень. Когда она созреет? Вон есть, вот прям черная-черная. Ну-ка, покажи. Вон, наверху. Ну, вот эта, наверное, почти черная, да? Да. Крискнем. Давайте, так. Когда она полностью спелая, она взрывается во рту. Давай пробуем. Не взорвалась. Маленько. Маленько. Дело в том, что когда она спелая, она обливает сразу от лица до живота все. Ну, а вкус... Ну, писловато еще немножко. Ну, поторопились. Не дошла. Поторопились. Но дело в том, что это федевр, когда она созреет. Ну, да. Зря ты показала на нее. Так, все. Наверное, пока все. Ну, ладно. С колновидками я уже надоел. Да, еще секунда. Это называется ненавязчивая реклама. Мы с Юлей посадили на укоренение. В июле месяце. Шелковицу и... И... Еще что-то. Так, сейчас посмотрим. Вот она. Под бутылками. Самое интересное, что лучше всего шелковица пошла. Смотри. Вот. Знаешь, когда-то... Это все-таки учебный фильм. Когда я плакался, что в Сибири надо бы шелковице заняться. Вот. А так как они семечек, получается, мелкие-мелкие, я уже обжегся. И уже топор брал в руки. А мне товарищ сказал так. К сожалению, шелковица не укореняется. Для коллекции Алексейка же умеет. А от кого научился? А. Так вот, значит... В смысле, он моими черенками укоренял, только он свой метод придумал уже потом. А я придумал летнее укоренение. У меня шерсть дыбом. Раз не получилось, значит, получится. И вот результат. Июль. Сейчас август кончается. Так. Вот. Уже к осени, ну, можно немножко в тарагашских делах. Человек, хороший человек, только не помню кто. Юлия прислал 3000 рублей и говорит, вышлите мне шелковицы. А их-то нарастить-то надо до следующей осени. Ну да. Если человек не обидится, корни она пустила. Смотри. Вот это побег этого года. Вот это. Раз, два, три. Или этот. Если осенью выкопать, вполне приличный сад, только мелковато выглядеть будет. Мы их фотографируем через месяц. Это будет в конце сентября. Пошлем товарищу, скажем, хочешь еще год жди. А хочешь, вот сейчас лист бросит в конце уже где-то, наверное, в октябре. Ну, смотря какая будет осень. Теплая, холодная. Вот, мы тебя выкопаем, вышлем на твой страхерик. Зачем было присылать наперед по 1000 рублей? Да, да, да. Правильно? Да. А он обязательно этот фильм увидит. Так. А вот смотри. Вот это двухлетка, гляди на этот персик. Вот эти вот были посажены косточками, вот они. Где-то в апреле в конце. А вот это посажена косточкой, получается, что ему полтора года. Смотри сюда. Вот. А у меня получилось так, что если те я укрывал, вот, то этот не укрывал. Пронесло. Зима была холодная, но 40 не было. Вот. А вообще по-хорошему я еще не решил. Раз я оставляю как маточное дерево, но оно уже не хочет клониться. Не хочет. Варианты нет. Вариант обмотать. А он же вот так может собрать до кучи. Вот так. Он легко собирается. Вот еще, пожалуйста, одна тема. Для любителей смотреть мои фильмы. Так. Ну что еще пока... А, вот это вот. А, я показывал. Показывал, показывал. Антоновка обыкновенная. Каждый год она лежит ветки на земле. Вот. Почему она такая? Привита на корневой отводок. Вот. И еще мы с тобой не дошли до бельферки тайк. Да, я смотрю, мы уже оба ели живы. Я уже чувствую, что жарит. Все, все, все. Опять жарит. Июль жарила, Август жарит. Благодарю за внимание. Хоть какой-то он фильм снял. Хоть чуть-чуть стало понятней. Потому что я ничего понять не могу, когда сотни сайтов, сотни каналов, просмотров миллионы, показывают прекраснейшие фотографии. Все они перетасканы с интернета до единой, включая мои. Десятки моих. Вот. И торгуют саженцами и ни одного этого фильма. Ни одной фотографии в собственном саду. Я несколько раз, друзья мои, что делал? Я прикалывался так. Ой, как замечательный этот сад. У вас сорта и там красивейшие, шикарнейшие плоды явно выращены или у меня, или в Голландии, или в Испании. Больше нигде. Украинцы, мать, румыны мои фотографии начали тягать. Представляете? Вот. И тогда я начал писать так. По-хитрому. Не то, что я там были такие сволочи, вы перекупщики. Нет. Я хочу познакомиться с садоводом, который все вырастил. Я его помогу раскрутиться. Я помогу ему сделать номинацию на Нобелевскую премию, потому что фотографии, которые у вас, а это Сибирь, а это Урал, вплоть до этого, чуть ли не до Полярного круга. Вот. Это север России. Будьте добры, дайте мне это. Я познакомлюсь с вашим садоводом, который всю эту красоту вырастил. Я не говорил им, что они наворовали. Который всю эту красоту вырастил. Мы обменяемся сортами. Вот. По вашему садоводу плачет Нобелевская премия. Давайте это. Бесполезно. В ответках. Гробовая тишина. Нету у них садовода, который все это вырастил. Ну, а я вам сейчас показал самый скромный сорт. Как-то и звучит не очень. Антоновка обыкновенная, но зато лежит, да, прелесть до Мая. Благодарю за внимание.